Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики ПРО Владимира. Сегодня... Какое сегодня число? 20... Какое там будет число? 7-е, 27-е будет. Сегодня, 27-го числа, вы видите это замечательное видео, не будем скрывать, это не прямой эфир. Мы из прошлого. Мы из прошлого, говорим с вами настоящими. Это подведение про итогов 2018 на ПРО Владимире. Это версия всего самого хорошего и всего самого плохого, что случилось за год в регионе, по версии нашей редакции. Я Алексей Шлепужников, издатель ПРО Владимира, Дмитрий Резников, главный редактор нашего замечательного издания. Поехали. Мы каждый год же делаем такую историю. Мы стараемся каждый год, один раз пропустили, правда. Но мы стараемся. Мы решили в этом году, что раз у нас нет на это времени сил, мы сделаем онлайн-версию и, в принципе, всю выжимку вам в любом случае дадим. Извините, что без рекорда оркестра и конопешечка. Ну да. Но тут сейчас нам вставят немножко рекорд оркестра, а потом поедем дальше. Вот. Ну, неважно. Так. У нас традиционно есть несколько номинаций. Несколько категорий. Категорий, в которых мы подводим по несколько номинаций. И, естественно, самое главное, мы начинаем обычно с позитивного, хорошего, а потом скатываемся в говно. Не можем с собой ничего поделать. Самое интересное будет в конце. Смотрите до конца видео обязательно. Пока смотрите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчики, ну, как обычно вы это делаете и как мы это любим. В крайнем случае можете пролистать. Но на последнюю треть... Ну, это же будет читество. Ощущения не те. Окей. Поехали. События. События года. В событиях года у нас сразу шесть вариантов всяких событий. И самое главное, самое позитивное – это открытие года. Это школа 8 в юго-западном районе. Это новая школа, которую хотели открыть уже столько лет, на которую потратили миллиарды денег. Которые хотели открыть жители юго-западного района, но как-то никак не открывали власти. Да. И, естественно, перед выборами это событие радостное произошло. Открыли её, как обычно, наши чиновники – Светлана Орлова, Андрей Шохин. Всё это было за две недели до выборов. Естественно, радость, праздник. Нет, ну, сначала её тоже объявили об открытии, потом она была в зелёной папке у Путина, эта школа. Сначала в зелёной папке она была в том году, потом её всё-таки открыли, потом вроде бы при этом её не сдали, при этом чиновники говорили, что всё хорошо, и наконец спустя год её всё-таки открыли, из зелёной папки её убрали. Что у нас ещё было по вариантам открытия года? Ещё, конечно, большое событие в том же западной части города Владимира – это открытие Ледового дворца с абсолютно необычным, неожиданным названием «Владимир». Самое оригинальное название, которое можно было придумать. Мэрия устраивала целый конкурс, где предлагали 100 вариантов того, как могли это назвать, но вот мэрия Владимира решила ничего не придумывать и сделала самый простой вариант «Бритвакам». Мы так называем, в любой непонятной ситуации, самый простой вариант развить и самый верный. Да, называй Владимир. Почему мы не отдали Ледовому дворцу? Потому, что мы думаем, что раз, как ты говоришь, в Владимире нет профессиональной хоккейной команды… Да, мы обсуждали, но мы так посчитали, что если в Владимире нет профессиональной хоккейной команды, то и Ледовый дворец, ну, примерно как рыбий зонтик. Конечно, на коньках покататься приятно, но всё-таки Ледовый дворец предполагает и профессиональные спортивные мероприятия. А может быть, когда-нибудь мы и до этого доживём. Но был хоккейный клуб когда-то давно у нас, но его уже развалили. Да и не один, был и «Химик», был и «Старт», я болел за команду «Старт», но это было очень давно, в годы моей юности. Так что вот так. Так что открытие года «Школа в 8 ЮЗ» заслужено вполне, я считаю. Главное, чтобы не развалилось. Следующая номинация – «Прорыв года». Вот тут было очень интересно. Здесь мы очень долго обсуждали, что должно произойти. Были разные варианты, например, думали, что прорыв – это, например, смена губернатора. Ну да. Или, например, то, что от литургического сна проснулось законодательное собрание Владимирской области, но потом мы решили ещё подумать в этом направлении. И закрутили. И конкретизировали. Так вот, прорывом года по версии про Владимира станет возвращение литургического сна Владимира Николаевича Киселёва, который 5 лет ходил и даже не пускали ходить за Орловой в её процессе, а сейчас он самый сильный политик Владимирской области. Сейчас он председатель ЗАГС Собрания и лидер Единой России в регионе, и у него сосредоточены две ветви власти, можно сказать, партийная и законодательная. Тут надо напомнить историю. Владимир Киселёв незадолго до происшествия Силана Орлова в Владимирскую область фактически начал свою предвыборную кампанию. И тогда многие уже предрекали ему пост губернатора и главного политика в регионе. Но потом случилось то, что случилось. Приехал Светлана Орлова, и Владимир Киселёв был отодвинут даже не на вторые, а на третьи, на четвёртые роли. Ну вот копил-копил Владимир Николаевич энергию, накопил таки, и сменился губернатор, сменился руководство в Единой России, руководитель ей стал Киселёв, он остался руководителем ЗАГС Собрания, фактически самые мощные политические силы сегодня. И второго столпа, второй башни Владимирского Белого дома. Но, несмотря на то, что у него башни так визуально нет, на самом деле теперь есть. Но это тема для отдельного разговора. И вот то, что он себе вернул такое количество политического влияния, конечно, это прорыв года. Кто-то посчитает это позитивным, кто-то негативным, но, тем не менее, факт есть факт. В общем, мы поздравляем Владимира Николаевича, подарков не обещаем, просто поздравляем. Просто поздравляем. Следующая наша номинация, мы прямо очень бойко идём, я думаю, ладно, мы в конце на самом весёлом оторвёмся ещё. Следующая номинация – это Организация года, здесь мы… Очень неожиданно. Очень неожиданно, мы на самом деле очень долго думали, что мы можем под эту категорию подтянуть. Был вариант прокуратуры, Генеральная прокуратура. Генеральная прокуратура, да, которая совершенно прекрасно вела себя по делу Хвостова, там был… В процессах уже. Да, прекрасный его сообвинитель, который шикарно троллил там и защиту Хвостова, и свидетелей, и так далее. Но, тем не менее, по сумме обстоятельств мы решили дать номинацию Организации года Следственному комитету по Владимирской области. Управление Следственного комитета по Владимирской области, который… Который просто неимоверное количество дел реализовал, расследование провёл, был очень активен, у нас в почте постоянно от них релизы, но и по важным делам, по Хвостову, по Мозаинкову, по Шляхову выполнили титаническую работу, подвели всё в суд, и прокуратура оставалась уже только основываясь на этой работе вести себя в суде. И вообще, на самом деле, как ньюсмейкер, как организация, они, конечно, в этом году были сильнее всех, это очевидно. Мне, по крайней мере, точно очевидно. Это, может, прощальная награда генералу Юланцеву, который сейчас с приставкой и уходит, потому что у него уже пенсии, возможно, он уйдёт в ближайшее время. Так что это вам на прощание, может, так сказать. И вообще, Следственный комитет у нас на хорошем счету. Всегда. В прошлый раз, когда мы подводили прошлую премию про итоги, мы давали лучшую пресс-службу Ирине Александре Мининой. Это как раз руководитель и, собственно, единственный, я так понимаю, человек в пресс-службе, Следственный комитет, который титаническую работу проводит, который выпускает уйму релизов, они всегда подробные, обстоятельные и профессиональные. Всем бы поучиться и работать так, как Ирина Александра Минина. Да, бывает такое ощущение, что кроме Ирины Александровна там никого и нет. Яна там сама титанически всё это делает. И причём во всём разбирается, если ты позвонишь, она тебе всегда всё расскажет по-любому делу. Да. Таких поискотарей ещё поискать. Мне кажется, их больше не делают. Владимирский некоммерческий проект года, традиционная наша номинация, следующая. Мы отмечаем те проекты, которые не были нацелены на получение прибыли, но, тем не менее, были заметны в регионе, в городе, на какой-то отдельной территории были яркими. И в этот раз тоже много-много. Самый длинный шорт-лист, коломбольчик такой. Что-нибудь озвучу. Например, были достойные ребята из ресторанного дня, хотя по большому счёту там они... Вот Arista Day. Arista Day. На самом деле они перекликаются с теми же ребятами, которые делают от субъект во многом. Были публичные экскурсии, которые там Михаил Самойлов организовывал. Которые в этом году прямо из того, что мы делали когда-то с Романом Исифеевым, по 20-30 человек, выросли просто до каких-то неимоверных размеров. Там охватывают сотни людей, и каждый может стать экскурсоводом. Прямо очень интересно, но тоже посчитали, что немножко не дотянули. И Дмитрий уже проговорился, кого мы в нашей редакции посчитали некоммерческим проектом. Был прекрасное мероприятие, которое Полина Вахотина делает. И вот в эти выходные тоже был очередной буфест новогодний, детский. Отличное, прекрасное мероприятие. Но в этом году мы решили отдать эту номинацию некоммерческий проект года. Инициативе «Артсубъект», которую делают Владимирцы уже не первый год Владимире, который в этом году еще делал Кирилл Засорин, ушедший от нас в августе месяце этого года. Не знаю, будет ли на будущий год что-то такое же, но в любом случае, как некоммерческий проект, как яркий, как самообытный, интересный использование городского пространства. Это «Артсубъект», некоммерческий проект года. Ура! А теперь, не знаю, позитивная. Позитивная опять все-таки номинация. Кому как-то смотреть? Они все позитивные? Ну, для кого-то. Тебе, может, и не позитивная конкретно данная следующая. Небольшая шутка. Это возвращение года. В этой номинации у нас, на самом деле, было всего два варианта. Один из них – это возвращение Светланы Орловой в Москву. Ну, конечно, это позитивное событие, в основном для жителей Владимирской области. Хотя, как показывает наш опрос в телеграм-канале про Владимир, кто-то все-таки хочет вернуть Орлову в Владимирскую область, и это не единица, а все-таки чуть больше. Ну, окей. Тем не менее, в нашей номинации… Есть извращенцы. Это норма. Как вот в программе «Здоровье» говорят, это норма. Так вот, в номинации «Возвращение года» по версии про Владимира в 2018 году побеждает старый и новый директор Владимир Судовского музея-заповедника Светлана Евгеньевна Мельникова, которая в декабре вернулась в родные стены. Да, ждите, Светлана Евгеньевна, от нас подарков в наступающем году. Сейчас что-то коварное прозвучало, я не в курсе еще, если сейчас. Нет, 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 что вы просто не успеем уже в этом году. Ладно, и последнее, последнее в этом блоке, но не последнее по значению события – это номинация «Закрытие года», и в этой номинации у нас на самом деле было немного вариантов, вот был вариант «Закрытие корпорации развития». Ну, потому что это яркое событие для тех, кто понимает. Для элит неких каких-то, а все-таки для широкой массы людей самым главным «Закрытием года» стал арест... Осуждение. Осуждение Дмитрия Анатольевича Хвостова, бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству, члену команды Орловой, человеку, которому такие виражи нахрен не нужны, но, тем не менее, он их получил. Человек, который вроде бы, как говорила Орлова, нечего бояться, потому что за нас президент, но не получилось, не доглядели и... Да, и это один из немногих заместителей Светланы Орловой, который не покинул Владимирскую область вместе с ее отъездом, потому что не смог. Это единственный варяг, который не покинул. Все остальные варяги. А Мазанько еще тоже пока ждет. А Мазанько, я это не помню, она под домашним арестом в Москве же. Вроде здесь видят. Да. Иногда. Не знаю. Странный такой домашний арест. Не знаю. Ну, окей. Ну, по крайней мере, да, вот закрытие года Дмитрия Хвостов. Посмотрим, что будет на апелляции, но я не очень верю, что там что-то у них получится. На самом деле... Слишком подробные материалы дела, слишком много информации было озвучено в процессе. Кстати, это был отличный процесс для города Владимир, для Владимирской области. Это нонсенс. Мы узнали столько всего. Такой прозрачности мы еще с вами не видели и, наверное, еще долго не увидели. И про это у нас будет еще отдельная номинация, специальная. Но действительно, это был очень важный... Проспойлерил. ...изначимый процесс. А вот чтобы сейчас не перелистывали, чтобы аккуратненько, аккуратненько. Дальше мы идем. У нас второй блок. Это блок с конкретными владимирцами, которых мы считаем достойными в той или иной категории отметить. Естественно, мы про Владимир, мы про политику в первую очередь, поэтому наша номинация – это политик года. Здесь у нас было сразу несколько вариантов. Мы думали про Владимира Сипягина, который стал губернатором, но потом мы так прикинули, посмотрели, а вот никакой политической такой деятельности, вот именно политической, мы, к сожалению, не нашли. Ну, с одной стороны, то есть, Владимир Сипягин, он классический политик, если вот убрать все нюансы, в классическом понимании он успешный политик, потому что он в 2012 году начал заниматься политикой Владимирской области. Я сейчас этим вопросом задался, и проводится изучение моего гинекологического дерева. Стал в 2013 году депутатом, участвовал в выборах губернатора, остался выбор губернатора, проиграл, там набрал какие-то несчастные 3%, просидел с рук депутатом, и вот в этом году решил снова попытать счастье стать губернатором. И у него получилось. Правильно. Он провел кампанию и стал губернатором. Все-таки политик – это не карьерная лестница, это не путь чиновника. Политик – это трибун, политик – это специалист по связи с общественностью, политик – это лидер, это харизматик. Пока, по крайней мере, Сипягин больше воспринимается как чиновник, поэтому мы посчитаем, что он не дотянул, хотя обсуждения в редакции были очень жаркие. Еще думали в качестве номината Сергея Казакова, который как раз является политиком, потому что он издатель Томикса, известный в городе человек, человек, который неоднократно был депутатом в ЗАГС-собрании, и вот спустя столько лет политического изгнания, можно сказать, он опять стал депутатом, победил на округе Единороса. Правда, теперь он во фракции КПРФ. Известный либерал, стал калинистом. Известный либерал, с портретом совершенно замечательного Егора Тимуровича Гайдара в кабинете, теперь член фракции КПРФ, и, по-моему, крайне доволен этим. Это и называется политикой. Это и называется политика, да. Но? Но все-таки мы посчитали, что политиком года для Владимирской области стал человек, который во многом вернул политику в регион, это Максим Шевченко. Максим Леонардович приехал к нам не так давно, несколько месяцев назад, по большому счёту, мы его увидели первый раз на Владимирской земле, именно в качестве Владимирского политика, провел замечательную кампанию, попытался стать кандидатом в губернатор, но его зарезали, и, собственно говоря, он стал кандидатом в ЗАГС-собрание, стал депутатом в ЗАГС-собрание, возглавил фракцию КПРФ, самую крупную оппозиционную фракцию в нынешнем ЗАГС. Который, впрочем, всё равно ничего не решает, может голосовать против бюджета, его всё равно примут? Но при этом он такой классический политик, он борется, продолжает бороться, и, конечно, приятно, что в отличие от того, несмотря на то, что говорили многие про него, что он часто попиарится, фракцию протащит и поедет к себе в Москву. Он остался депутатом, взял мандат и... Он посещает заседание. И да, и приезжает на заседание. А то у нас были разные там. Был Игорь Артёмов у нас там в ЗАГС, хотя не ездил никогда сюда и так далее. Присылал эти письма, что согласен с всей повесткой, наверное, как обычно. Не, он же был таким... Я не застал. Ультраправлен. Ну, ты не застал, ты молодой просто. Приятно. Так что, Максим Иванович, политик года по версии про Владимира, а 2018. Ну, заслуженно, заслуженно. Тут не поспоришь. Дальше номинация, в которой мы, на самом деле, тоже долго спорили. Номинация, которая широкому кругу читателей, возможно, не так будет популярна, как политик или, например, закрытие года. Но узкому кругу наших читателей, наших коллег... Любителям политического трэша и угара, как любит говорить Петр Фокер. Ну, скорее даже нашим коллегам в первую очередь. Да. Это номинация пресс-служба года. Ранее мы давали эту номинацию той же Ирине Александре Мининой, который руководит пресс-службой Следственного комитета. А Александр Капилович был у нас победителем. Пресс-служба мэрии, да. И мы долго думали, неужели сейчас придётся подряд кому-то из них опять давать. Потому что и по-прежнему и пресс-служба города, и пресс-служба... Это, во-первых, столько воды из-под крана пить на камере. Работают много и самоотверженно. Самоотверженно работает. Конечно, но подряд нехорошо, подряд нехорошо, ну, как это вот... И мы нашли такой очень интересный выход... Компромисс. Компромисс, да. Пресс-служба года становится... Вы только не удивляйтесь, по нашей версии пресс-служба администрации Владимирской области в лице. Риты Шляховой, господин Чердаклиева и Ольги Петровой. Это все руководители пресс-службы года, пресс-службы года... С января по декабрь. Обла администрации. Сейчас кто пресс-служба в Белом доме руководит? Ольга Петрова. Ольга Петрова. Замечательно. Вот Ольга Петрова, наверное, можно было назвать руководителем пресс-службы года, но, во-первых, не весь год она там работала, а, во-вторых, всё-таки пока, пока, как нам кажется, задачи пресс-службы решаются не полностью, мы ещё в отдельной номинации об этом расскажем. Я тоже калифхэнгера пробразываю вперёд, тоже умею, тоже учусь у Дмитрия. А остальные, они мастерски провалили задачи пресс-службы администрации, задачи пресс-службы губернатора, и провалили выборы, и это тоже их большая заслуга. Они всё равно при этом очень яркие, они много генерировали контента, контента смешного иногда, иногда грустного, иногда серьёзного, иногда ошибочного. Стой вспомнить только, это эксклюзив ГТРК. Это эксклюзив ГТРК. Когда Рита Шляхова отгоняла журналистов от Светланы Орловой на, по-моему, День защитника Отечества на Соборной площади, то есть... Ну, я послушаю просто потом. Эксклюзив для ГТРК. Идёт Светлана Орлова, к ней подходит ГТРК, начинает что-то её спрашивать, подходят другие журналисты, вокруг становятся камерами, и вот Рита Шляхова отгоняет Сашу Степанову из Томикса с криками «это эксклюзив для ГТРК». Вы понимаете, у нас была договорённость, а Светлана Орлова там говорила абсолютно дежурные слова, знаете, из официального поздравления. Вот 23 февраля для нас священный праздник, День защитника Отечества, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, там никакого эксклюзива, прямо скажем, не пахло, это просто Рита Борисовна переоценила свою собственную мощь. Ну, и Рита Шляхова, кстати, и после увольнения, и даже после провала на выборы Светланы Орловой продолжала исполнять роль руководителя вот такой вот пресс-службы года, дав интервью Владимирским ведомостям, где рассказала столько интересного, про то, как губернатора несло, про то, какая она легковерная, про Орлову. Ну, в общем, срыв покровов по полной программе. Ну, там Рита Борисовна защищала себя, во-первых, потому что она сказала так, что, вы знаете, мы с Светланы Юрьевны вот обо всём договаривались вот на берегу, что сейчас вот она пойдёт, скажет, что вот тот-то, а потом она выходила на публику и всё летела к чертям. То есть, Рита Борисовна-то была хорошая пресс-секретарь, просто Орлова её не слушала. Поэтому номинация пресс-службы года отходит к Рите Борисовне на прощание и напоследок. Ну, Иван Чердаклиев, он, прямо скажем, ничем не запомнился, хорошим точно. Прямо, настоящая, настоящий Змей Гарлина ещё, в трёх головах. Кошмарная, сумасбродная Рита Шляхова, от которой тут все в диком... Экстазе. Экстазе были, да, в кавычках, естественно. Совершенно никакой, господин Чердаклиев, абсолютно никакой, ничем не запомнившись, не запомнившись, не выделившись. Но первое, что он сделал, когда уволился, это оставил гадкий комментарий про меня на нас, на про Владимира. Ну, вот, видишь, Игорь Ефремов писал комментарии на наших проектах, даже находясь в должности пресс-какитаря губернатора, ничего. И внушающие большие надежды, свежие, энергичные, держащие удар Ольга Петрова, которая сейчас работает. Вот такой вот Змей Гарлиныч у нас получился пресс-службой года. Что имеем, с тем живём. Нам с этим и работать, собственно, теперь. Да, нам с этим и работать, но, слава богу, нам из этого всего набора работать только с Ольгой Петровой. Нам не предстоит уже больше. Я надеюсь видеть ни Риту Шляхову, ни господина Чердаклиева где-то вот близко около нас. Только на Фейсбуке. Итак, наша следующая номинация – это «Общественник года». Здесь у нас было, прямо скажем, не так много вариантов. Мы думали про друзей музея, которые, как они считают, смогли перевернуть ситуацию, уволить Конышева и вернуть Мельникову. Но там было сложно. Во-первых, не очень понятен их конкретный вклад в эту историю. Нет, он как бы есть, наверное, просто мы не можем его никак зафиксировать, потому что нет документов. Да-да-да. А потом у них состав настолько плавающий и желеобразный, что список подвести, количество друзей года, кого записывать в партию достаточно сложно. Ну, есть там первые какие-то говорящие лица, типа Романа Вестифеева. Горинович, Алиса Ивановича. Алиса Ивановна тоже друг музея? Да, конечно. Ну, теперь-то тем более. Живая икона друзей музея, я бы так сказал. Ну, вот это да, это флаг, это символ. Но по сумме обстоятельств мы понимали, что одной из больших общественных проблем Владимирского... Тем, которые волнуют общественность, это мусор, который к нам в Владимирской области завозят с Московской области. И одним из ярчайших борцов с этим мусором, одним из тех людей, которые всячески эту тему педалировали, которые устраивали мероприятия, все в рамках закона, поскольку этот наш победитель является юристом. Человек, который устраивал митинги, пикеты, в суды, и где-то даже что-то, может быть, выигрывал против системы, я сейчас на скидку не вспомню. Итак, нашим победителем среди общественников года является Татьяна Гусева. Это юрист из Скижача. Безумно активная девушка, которая на самом деле ездит по судам, которая готовит документы, работает в социальных сетях, присутствует на митингах, встречается с депутатами, чиновниками, предпринимателями, и на самом деле до нынешнего года пока не случилась проблема с мусором, пока она не вышла на такую большую-большую историю. Никто Татьяну Гусеву как общественника не видел. То есть, она юрист и юрист, собственно говоря, мало кто ее знал. И это на самом деле общественник, который появился в этом году и был наиболее заметен. Ну, в отличие от тех, которые из года в год бегают по одним и тем же площадям. Что-то даже перечислять их не имеет никакого смысла. Дальше? Следующая номинация на самом деле была довольно сложной для нас, потому что год выдался тяжелый с экономической и финансовой других точек зрения для России, и поэтому выбрать успешного и предпринимателя года было довольно непросто. Но, с одной стороны, было непросто, потому что их мало. Их мало, Владимировскому бизнесу было очень тяжело. Был один успешный Бакулин, да и то без Орловой теперь непонятно, что что будет. Именно потому, что без Орловой все вот эти ее успешные гиперпроекты в океаны, Бакулины и прочее, и прочее, битумные заводики вроде как потихоньку сходят на нет, уходят из региона. Вчера проезжал мимо... И битумный завод все хорошо. А битумный хорошо, мимо Волгобаса вчера проезжал, дико пахнет паленой резиной, и пустые ангары стоят. То есть, прям видно, там же просвечивает все насквозь. Так что что-то там не в порядке с Волгобасом. Дым отечества для них пахнет жареным. Так что, по большому счету, не из кого было выбирать, из успешных остался один, но зато какой. Человек, которого знают по всей стране. Человек, который создал несколько бизнесов успешных. И нет, это не Григорий Никеев. И вы будете удивлены, это не Григорий Никеев. В этом году, по крайней мере, это точно не Григорий Никеев. Предпринимателем года по версии про Владимира становится Владимир Седов, группа компании «Оскор». Основатель, гендиректор. Основатель, гендиректор, владелец. Человек, который создал с нуля матрасный бизнес. Человек, который сейчас строитель... Сейл строительный, огромное количество всего-всего-всего. Доброград. Доброград, да, самый главный. Прекрасный город. Замечательное место. Где хочется жить и работать. Да, кстати, это единственное место Владимирской области, где эти два понятия совпадают. Подумаем. Но мне кажется, Владимир как-то ближе. ВСМ построят и откроют. Или давай купим вертолёт. Спалились, ладно. Вот если Владимир сюда должен нам купить вертолёт, мы подумаем о том, чтобы перебраться в Доброград. А Деятель культуры и искусства года. Вот эта номинация нам далась очень нелегко. Да, мы сейчас перед эфиром долго обсуждали. Здесь было сразу... Чтобы вы понимали, мы только-только закончили финальное обсуждение вообще всего этого итогового листа. То есть, обсуждение шло больше недели. Но вот только что перед записью мы закончили. Зафиналили документы, взяли компьютеры и пошли в студию. В этой номинации было много вариантов. Можно было вспомнить любящего сдержать своё собственное обещание покинуть регионы, его не сдержавшего, Артёма Маркина. Спасибо, что остался Артём. Во-первых, камри забрали бы государственную. Мы бы этого не могли допустить. Ну, конечно. А потом, ну, на самом деле, куда же он от нас? Просто напомним, что Артём Маркин обещал покинуть регионы, если неблагодарные владимирцы... Не выберут Светлана Орлова. Светлана Орлова, вот. И, к счастью, не выдержал обещания, остался с нами в Центре классической музыки. Мы рады, Артём Эдуардович, что вы не знали. Искренне. Да, правда. Мы вас любим, насколько это возможно. В дуплет он практически к Артёму Маркину, как обычно, идёт Алиса Бирюкова. Но в этот раз не вместе с Артёмом, а потому, что она возглавила культурку. Да, департамент культуры администрации Владимирской области, она возглавила последний, и рескрипт был Орловой, который перед уходом её сделал руководителем. В принципе, Сипягин его не отменил. Не отменил, нет. То есть, то ли руки не дошли, то ли его устраивают, поэтому... Да и по большому счёту, если так внимательно посмотреть на культурный менеджмент в регионе сегодня, я не могу назвать другую фамилию, кроме Алисы, которая могла бы быть и чиновником, и одновременно была бы хоть как-то близка к теме культуры. Поэтому это очевидно, но всё-таки на события года это не тянет, потому что и так Алиса воспринималась всеми как куратором Владимирской культуры и искусства во многом. Поэтому вот это назначение Орлова – лишь просто констатация. Уже свершивший факт, нельзя было оставлять предыдущего. И тем не менее, весь год была интересная тема музея, поскольку Светлана Мельникова у нас победила в нации возвращения года, и она действительно вот только в декабре вернулась, и она на деятеля культуры и искусства года не тянет. Остальные 11 месяцев в центре событий, в центре культурного ада вот этого, в центре внимания друзей музея, в центре внимания всех новостей, госзакупок, покупок красной техники и всего прочего находился Игорь Валерьевич Конышев, теперь же экс-директор Владимирсуцкого музея-заповедника. Но деятель культуры и искусства года по версии про Владимира в 2018 году. Неоднозначный, но тем не менее такая номинация. Не сказать, что суперпозитивный. Мы специально для всех желающих сделаем типографским способом замечательные грамоты, но в этот раз мы не будем за всеми бегать. А вот кому надо, вы обращайтесь, мы вам пришлём, передадим эти замечательные рамочки наши с номинациями, и я очень надеюсь, что эту рамочку Игорь Валерьевич повесит у себя в кабинете рядом с замечательной обезьянкой, которая уехала вместе с ним. Не знаю, не был в кабинете. А я был. Вот поэтому Игорь Конышев, ты стал. Теперь на месте обезьянки, как мне говорят, висит в портале Владимира Путина. Едем дальше. Последняя номинация в этом разделе – это «Спортсмен года». В этом году что-то со спортом, прямо скажем, не очень складывалось. В прошлый раз мы дали номинацию Куксенкову, который стал серебряным призёром Олимпийских игр 16-го года. Да. Вроде да. Вроде да, но я не учусь. Как-то в этом году не очень яркие были успехи. Была спортсменка Хомячкова, которая борется со всеми, и у нас был любимый заголовок, Хомячкова опять всех порвала. Шутки там про этих навальновских хомячков и так далее. В принципе-то много спортсменов не было, поэтому мы вот сейчас… Тема стала актуальной в конце года. Это то, что волейбольник у Владимира, мэрия его бросила на произвол судьбы, вышла из состава учредителя и не будет давать ему денег. И теперь команда рассчитывает на губернатора Сипягина, там хочет, чтобы он выделил им денег, спас команду. У команды нет денег сейчас только на следующую игру поехать в конце года, вот на этой неделе. К моменту выхода этого ролика игра уже состоялась. Я сейчас… Неловкий момент. Так вот, мы желаем успехов волейбольной команде Владимира и считаем, что спортсменом года является простой, среднестатистически обычный игрок волейбольного клуба Владимира. Каждый игрок волейбольного клуба. Потому, что при минимуме денег и зарплаты в 20, сколько-то там, 30 тысяч, эти люди умудряются возглавлять первенство в своём дивизионе. И это очень круто, и будет очень жалко, если Владимир, когда-то лишившись хоккейной команды, футбольных команд, лишится ещё и волейбольной команды, и вообще у нас ни одного профессионального спортивного клуба во Владимире, нашего муниципального, не останется. Но, тем не менее, в 2018 году парни молодцы, спортсмены года, не дать, не взять. А теперь наши любимые, избранные, самые приятные и весёлые номинации. Специальные номинации, вот только к этому году. Вот если вы досмотрели до этого момента, вы молодцы, сейчас будет самое интересное. Во-первых, у нас есть специальная номинация, которая есть из года в год, что бы ни случилось, она называется фраза года. Здесь, конечно, вариантов всегда много. Вспомнить хотя бы вот этих... Сытых мальчиков. Сытых мальчиков, которые Николай Горохов сказал в начале декабря на заседании Горсовета, когда объявил, что не должны из городского бюджета кормить вот этих самых сытых мальчиков, кормить надо только адресно детей из неимущих, малоимущих семей. А вот эта фраза, которая цитировалась во всех СМИ про дорогу М7 лучше, чем из Франкфурта на Мане до Страсбурга. Ей мы ещё посвятим. Подожди, нет, это тоже фраза хорошая. Но она как бы такая слишком длинная и неконкретная. То есть, это как бы событие скорее. Ну да, наверное. Многие вспоминали, хотя не в этом году была сказана эта фраза, но многие вспоминали, когда Светлана Орлова сначала проиграла выборы, а потом её назначили аудиторам счётной палаты фразу про ленд-лиз. Да, потому что американцы нам должны по ленд-лизу. Да, до сих пор не рассчитались. Когда она рассказала, как она спросила у Кэрри, почему вы, американцы, до сих пор с нами по ленд-лизу не рассчитались. Ну, тоже фраза не этого года, но была очень заметна в этом году. Но, тем не менее, главная фраза года, конечно, вы можете сейчас хором с нами сказать, 3-4. Вроде бы старалась, где-то не доглядела. Ну, потому что, ну как, вроде бы старалась, где-то не доглядела. Для тех, кто не в курсе, поясню, что это фраза, если вы вдруг не знаете, если вдруг сентябрь для вас прошёл время, мы вам завидуем, кстати. Отметьте в комментариях, мы с вами обязательно свяжемся и узнаем, как вам это удалось. Так вот, эта фраза, вроде бы старалась, где-то не доглядела, Светлана Орлова сказала в памятном видео, где признала свои ошибки между первым и вторым туру. Вроде бы старалась, где-то не доглядела. Эту фразу разобрали на мемы. Мы сделали два стикера для нашего телеграм-канала. Все можете ими совершенно бесплатно пользоваться. Вообще пользуйтесь нашими стикерами, потому что... Пользуются, пользуются, многие пользуются. Мне совершенно неожиданные люди присылают наши стикеры. А потому что Орлову, например, тоже. У нас 5 или 6, 7 даже может штук с Орловой стикеров разных, и ими прям пользуются люди по всей стране. Не побоюсь этого слова. Ну, надо потихонечку выводить уже будет. Мы отдельно про это поговорим. У нас с тобой отдельный холивар на эту тему. Ну, я просто надеюсь на Владимира Сипягина, что он тоже будет сжечь. Вот здесь, кстати, Владимир Сипягин вопрос. Мы сделали один только стикер за вот эти месяцы. Я парень не промах. И все. И человек тоже больше ничего не сказал. Да? Поэтому. Сейчас мы до этого, кстати, тоже дойдем. У нас начинается наша, как сказать, рубрика «Негатив». Скромное название «Негатив». Расчехляем говнометцы. Да. Номинация «Провал года». Здесь, в принципе, вариантов, прямо скажем, было немного. Мы сразу... Один. Мы думали над формулировкой только корректной. Вот. Получилось не сразу, может, со второго раза, но... То есть, первый вариант звучал как «Провал года» Орлова. Да. Просто Орлова. И все. Но мы решили, что... Конкретизировать. Это как-то немножко... У Орлова было много провалов, поэтому надо конкретизировать. Нет, она, конечно, один большой целый провал, но кскурсовский провалов вводить хватит уже. Окей. Все-таки нам кажется, что провалом года... Таким большим, серьезным. А может быть даже десятилетиями, как минимум пятилетки. Современной истории России в Владимирской области. Да. Это проигрыш действующего губернатора Светланы Орловой на выборах в сентябре. Без альтернативных выборах. Да. Проигрыш собственному техническому кандидату, которого она же согласовала и допустила. Который победить-то не хотел, напомню. Да. И не был готов, и был удивлен, и все были удивлены. Но Владимирцы решили по-другому. Жители Владимирской области решили иначе. Но ведь этот провал – это одновременно победа демократии в Владимире. Конечно, но для действующего губернатора, для политической системы современной в России, которая для режима, не побоюсь этого слова, это, конечно, провал. Поэтому, Алексей Леонидович, я имею в виду Кудрина, будьте аккуратны, такое может начаться. Следующая номинация – это разочарование года. Специальная номинация, раньше у нас такой не было. Мы придумали буквально полчаса назад, специально под Владимира Сипягина, которому не досталось ничего в этом году. Ничего хорошего, ничего плохого. Вообще ничего не досталось Владимиру Сипягину, поэтому мы под него придумали номинацию, но вряд ли он этому факту сильно порадуется. Разочарованием года, по нашему мнению, стала закрытость от СМИ народного губернатора Владимира Сипягина. Как он сам себя называл. Ну, видите, да. Конечно, с одной стороны, нам про Владимиру грех жаловаться. Единственное видеоинтервью, которое вышло за этот год, у Владимира Сипягина было с нами, но, тем не менее, мы же оцениваем как-то его целое. Я тебя перебью. Я думаю, что мы это интервью получили, во-первых, в самом начале его срока полномочия, когда он ещё не до конца оценил все масштабы того ужаса, которые ему предстоят, и они чисто не сориентировались. Взяли тёпки. И вопросов опасных каких-то к нему не могло быть, поэтому на общем-то это интервью дали, а потом начался весь ад этот с федеральными телеканалами, какие-то наезды, там, единоросс, всё что-то, и тогда они уже закрылись. А мы просто вот вскочили в последний вагон. В чём их огромная ошибка, на самом деле. Но, тем не менее, именно в этом интервью он сказал, что в декабре вначале он проведёт большую пресс-конференцию, но в середине декабря он с этой темы съехал, и теперь пресс-конференция будет где-то в феврале. На 23 февраля. На 23 февраля. Ну, подождём, увидим. Но пока, конечно, это разочарование года. Как минимум для журналистов, которые в Владимире пишут о политике, снимают или говорят о политике, но и для жителей тоже. Я езжу с таксистами, общаюсь с людьми, которые не связаны с журналистикой, и все они говорят, что, блин, ну, хотелось бы уже послушать директора транспортного цеха. То есть, ну, хотелось бы уже услышать что-то от Сипягина, потому что мы видим, как о нём пишут журналисты, что о нём говорят, но мы его самого толком не видим и не понимаем. Конечно, пресс-конференция была бы нужна в этой ситуации, но разочаровались так и разочаровались. Очаровались в сентябре, в октябре некоторые, и разочаровались в декабре. Нормальный процесс. Теперь ещё одна номинация, которую мы тоже придумали сегодня, как по точному сравнению, Алексей, не знаю, как ногти быстро, так легко пришло в голову, камин-аут года. Потому что мы работали в другом проекте и говорили про камин-аут. Сегодня же. Не со мной. Нет, в другом проекте. Так вот, камин-аутом года, по нашей версии, является придание глазки материалов прослушки по делу вице-губернатора Хвостова. Вот почему. Потому что, Алексей, что мы узнали из материалов прослушки? Как владимирские бизнесмены... Взаимодействуют с владимирской властью. Как они заочно разговаривают и обсуждают ту самую власть. Ту самую власть. Как они к ней относятся. Как они называют конкретных чиновников. Кто-то был немец. Да. Кто-то там боксёр. Там много всего интересного. Кто-то паралимпиец. Да. И так далее. Кроме этого. Ну, такие интересные достаточно, не очень очевидные прозвища. Ну, мы сейчас... Мы, в принципе, в предыдущих эфирах... Поднимали эти темы, естественно. В наших материалах всё это есть. Но мы этого про Владимирскую элиту, бизнес-элиту застройщиков мы не знали. Мы могли догадываться. Мы могли догадываться, но, конечно, взяли и сбросили одежды и показали нам всё, как есть. Ну, и, конечно, мы услышали разговоры самого Хвостова со всеми этими... Нах, не такие виражи. Со всеми этими замечательными... Оборотами. Путин с нами и так далее и подобное. Вообще лексика явно не соответствует тем публичным образом, который представляли, который Орлова поднимала Хвостова, я помню, на территории Смыслов и говорила, вот, смотрите, у нас молодой специалист, крутой, замечательный. А в это время... Навел порядок. А в это время по нему уже уголовное дело шло, да, уже шло расследование, и Орлова... Уже всё прослушивали. И потом Орлова говорила, что она уже к этому моменту знала всё об этом. Чего-то она молодежи мозги подрила. Нет, наоборот, не знала. Не знала, не знала именно. Она как раз в 16-м году, когда его взяли, она говорила, я не знал, типа, если вот почему мне силовики-то не сказали, я, типа, вот, да, не знал. При этом объяснить, почему она его уволила, она не смогла. Ты бабушка, ты не бабушка. Да, бабушка, не бабушка. Бабушка, не бабушка. Здесь будет видео. Окей, да. Так что вот, coming out года – это аудиоматериалы прослушки по делу Хвостова, которые были вот в этом замечательном суде. Ещё раз повторюсь, это прямо аттракцион прозрачности, невиданный для Владимира. За это, опять же, спасибо суду, Следственному комитету, ФСБ, прокуратуре и всем нашим любимым силовикам. Да, ждём продолжения сериала. Я думаю, что у нас впереди ещё суд по Мазанькову, так что... Ну, там, я думаю, не такая богатая фактура будет. Ему уже избалованы и Хвостовым, нам будет мало. Ну, посмотрим. Ладно, итак, сейчас мы выходим прямо вот на финиш. И поскольку мы очень любим Светлану Орлову, я сейчас сполирую, извините, у нас есть номинация «Глупость года». Три степени. Три степени. И в этом году все три степени мы решили отдать Светлане Орлову, потому что она от нас ушла, и на следующих проитогах, я думаю, что если она вдруг не приедет в Владимирскую область и что-нибудь не творит, мы, в принципе, про неё говорить не будем. Приедет и напишет что-нибудь на заборе или картину украдет. Да. У нас был только один вопрос и одна проблема. Нам нужно было выбрать из всех её глупостей всего лишь три. А это, вы понимаете, это большая работа. Да. Это отфильтровать огромное количество идиотизма, которое непрестанно лилось. Вот как только появляется Орлова где-то, начинается глупость. И Шляхова там это подтвердила в интервью «Ведомостям». И что самое сложное, нам нужно было не только выбрать три, но и расставить их по порядку и по значимости. Ну, начнём с самой незначимой и значимой. Но фееричной. Но фееричной. Третья. Глупость года третьей степени. Это пение Светланы Орловой на дне города Владимира. Вот, послушайте. На самом деле Светлана Орлова пела как минимум пять раз за день города Владимира 2018. То есть, буквально была гэс-стар. Да. И вместе со своей подругой Кристей Лури. И последний раз Светлана Орловой перешла на новый фееричный уровень и выступила прямо со сцены на театральной площади перед тысячами жителей города Владимира. Она пела с Кристей Лури. Пела, к счастью, на русском, а не на французском. Чем отлично показало своё отношение к избирателям, которые потом ей сделали Алверды на выборах. Потому, что так петь в микрофон, со сцены, при людях. Ну, блин, ну ты же не в караоке-баре. В конце до концов. А сейчас насладитесь. Вот сейчас будет вот этот кусочек, тот самый. Продолжаем. Вторая. Послушали, вспомнили, взгрустнулось, смахнули скупую мужскую слезу. Глупость года второй степени. Здесь, конечно, тоже было тяжело, но мы смогли. Помните, когда Светлана Орлова наконец-то встретилась с Путиным? Путин долго с ней встречался. И все связывали это с тем, позволит ей пойти на второй срок, не позволит. В итоге вроде бы позволили, а была встреча с Путиным. И Путин спрашивает ее, а что у вас там с дорогами? Он говорит, ну что, Владимир Владимирович, у нас трасса М7. Это лучше, чем дорога из Франкфурта на майне в Страсбург. Во-первых, это было идиотизмом рассказывать, приводить в пример страны НАТО с их замечательными дорогами. Пускай даже говорят, что у нас лучше, чем, но это значит, где-то есть у нас хуже, чем. И вообще ставить ориентиром это все было неправильно. Но Путин, конечно, ее затроллил. Путин сказал, ну вам-то, конечно, виднее. Намекала на что? Намекала на то, что она очень много времени проводит там, где ее быть не должно, собственно говоря, в Европарламенте, в Совете Европы. Ну, потому что у Владимирской области проблем не было, все уже было решено, о чем нам беспрестанно сообщала Она там задержалась с момента нахождения в Софьбеде и не вышла из этих всех международных вещей. Ей очень приятно было там находиться, такая барня на выезде. Тыкать мэру Парижу хрязью на улицах французской столицы. Да, и Кереза Лендрис предупреждать. И сейчас... Так что глупость, очевидная глупость, в первую очередь. А во вторую очередь, почему это глупость? Ну, потому что мы все, мы с вами ездим по этой трассе. И даже если кто-то из нас вдруг по какой-то причине не видел дорогу из Франкфурта-Майн в Страсбург, я, например, не видел, то мы прекрасно можем догадаться, что она уж точно вот наша великолепная М7 не лучше. Потому что постоянные ремонты, то, что вокруг этой трассы, то, что остановиться нигде толком нельзя, качество дорожного полотна, я уж вообще молчу. И даже если где-то вдруг дорожное полотно хорошее, действительно хорошее, такие куски, наверное, есть на трассе М7, дело же в инфраструктуре, дело же в развязках и так далее. То есть, на нашей трассе развязок, каких-то там многоуровневых или ещё чего-то, этого просто нет. Там одни разборки, какие-то там развязки. А наша всё-таки финальная, последняя, последняя, совсем последняя номинация – это «Глупость года первой степени». Ну, здесь долго думать не пришлось. Мы уже упоминали это событие сегодня, чуть выше, в номинации «Фраза года» и «Глупость года первой степени» опять же по версии редакции про Владимира, и огромного количества наблюдателей как внутри Владимирской области, так и далеко-далеко за её пределами. Это, возможно, самый популярный ролик на нашем видеоканале. Я когда был в поездке по Соединённым Штатам, мне американцы про это говорили, про этот ролик, показывали. Говорят, это же ваше, да, ваше губернат. А зачем она это сделала? Там ей пистолет в голове приставили. Подожди, даже вопрос, не зачем она это сделала, зачем она так это сделала? Да. То есть, в принципе, можно было, наверное, сделать это лучше. А что сделала? Записала обращение к избирателям между первым и вторым туром. Причём самое смешное, что автор идеи, базовой идеи этого обращения сидит сейчас прямо перед вами, это Дмитрий Резников. Потому что в нашем стриме тогда, когда мы сидели, он сказал… На следующий день после первого тура. На следующий день после первого тура он сказал, что вообще надо бы сейчас ей выйти и сказать там, простите меня, дуру грешную, я простая русская баба. Ну, вот что-то в таком режиме мы здесь сидели, выпивали и общались с вами. Мы выпивали, а у неё теперь выпасть голода. Вот мы сейчас этот ролик, вот сейчас мы найдём этот момент. Да. Поэтому я предлагаю Светлане Юрьевне, признавайте всё, пока ещё не стало слишком поздно, сдавайтесь, обещайте нам всё исправить, признавайте свои ошибки, и мы всё простим. Вот так мы подтолкнули Орлова к тому, что надо сделать, и вот так она это сделала. И, в принципе, идея-то была здравая, но она сделала это так, что ей никто не поверил, с каменным лицом. Уважаемые жители Владимирской области, хочу обратиться к вам не как губернатор. Читал по Тересу Флёру. Плохо читал по Тересу Флёру. Запись была там с какого-то раза. Да, и явно там разные камеры были, потому что картинка прожила по цвету. В какой-то момент и так далее. То есть, ну, вообще ужасно на самом деле, и ужасное исполнение, и ужасный текст, и на самом деле ощущение, что там была не только камера не направлена, но и дуло пистолета, потому что, мне кажется, нормальный человек никогда такого не сделал. На самом деле, я думаю, что вряд ли они послушались меня, наверняка до этого уже додумали себя политехнологи, но если что, простите, Светлана Юрьевна. Да нет уж. Вам бы это не помогло. Простите и примите. Ну, не помогло бы Светлана, но выглядело бы красиво. А так, ну, это, конечно, глупость года, писать такие обращения, показывать свою слабость, никчёмность и неготовность на самом деле признавать свои ошибки, несмотря на то, что она говорила о своих ошибках, вроде бы старалась, но они конкретизировали. Она их не перечислила, и она в них, по большому счёту, не призналась. Так что, да, по-моему, у нас всё в этом году, мы быстренько, шустренько всё пробежали. Что мы должны пообещать читателям или сказать читателям перед Новым годом? Если этот ролик наберёт 100 тысяч просмотров, мы сделаем в следующем году настоящие про итоги. Ну, хотя бы 75. 100. Ладно, на 75 я сделаю что-нибудь сам. Я буду следить за накруткой. Замечательно. Посмотрим, я подумаю, как это сделать. Дорогие зрители, спасибо, что были с нами в этом году. В этом году вы теперь не только нас читаете, но ещё и смотрите. Смотрите нас больше и чаще, советуйте своим друзьям, шарьте нас в соцсетях, мы будем стараться для вас ещё больше в следующем году. Я думаю, мы что-нибудь ещё повеселее для вас придумаем. Пишите нам в комментариях, что именно мы должны для вас придумать в наступающем году. С Новым годом! Пока! Ура!